Всем привет! Разрешилась-таки, наконец, затянувшаяся интрига с нашим посланцем на Евровидение 2011. Конкурс состоится в Дюссельдорфе с 10 по 14 мая. Экспертная комиссия, секретность которой в этот раз превзошла даже ядерный советский проект времен Холодной войны, томила публику в ожидании аж с января, когда обычно уже разгорались всевозможные еврострасти и евроинтриги. Однако, по гробовому умолчанию Первого канала, ответственного в этом году за нашу миссию на Евросонге, стало ясно, что публичного отборочного конкурса нам не видать как своих ушей. Регламент Евровидения, впрочем, позволяет разные методики выбора участников, поэтому и у нас в разные годы было по-разному. Например, Подольскую, Биланов в Победном 2008, Приходько, Налича выбирали как бы всенародно. А, скажем, Савичеву, опять Биланов в 2006 или Серебро назначали кулуарно. Результат, сказать прямо, был где-то не лучше, а где-то и не хуже. Волновало другое, не заснула ли эта экспертная комиссия. По разным сведениям, смятение в высоких кулуарах царило от схудости выбора. Мол, не хочет уже никто на этот Евросонг. Агентура сообщала об урановских бабушках, которых еще в прошлом году многие считали более удачным выбором для Европесни, чем Петра Налича. Теперь песню для них сочинил мастерский дуэт Мира Кустурицы Игоря Матвиенко. Был еще Влад Соколовский, где-то в сторонке поскуливал Аврам Руссо. И самое главное, собственной сиятельной персоной предлагал себя для Евровидения Филипп Киркоров. Речь, я так понимаю, если и будет идти о чем-то, то не о том... Рояль, да, с привидением. Не о том, что ты будешь участвовать, но, возможно, твоя песня, и ты как продюсер, да? Я не отрицаю этой возможности, и мне надо просто найти, для кого написать песню. Меня вот обратили сейчас делегации из Болгарии, чтобы я попробовал написать, но пока я не вижу. То есть ты можешь за какую-то другую страну выступить? А почему нет? В другую. Болгария моя вторая родина. Ах, ну да, извини. Украина – это тоже не другая страна. Мы когда-то были единым государством. И Белоруссия тем более, да? И я родился в государстве. А ты за Россию поработал, и за Белоруссию поработал с Анжелика Грубашиковым колдуном. И, значит, за Украину. Если мне предложат Армению, я с удовольствием поработаю за Армению. Видимо, такое евро-меню а-ля Рюс нагоняло тоску на руководство телеканала. Оно тянуло с решением до последнего, пока из Лос-Анджелеса в их почти опустившиеся руки не подоспела в последний момент посылочка с песенкой «Get You». Алексей Воробьев, юное наше дарование, певец и киноартист, выпускник телепроекта «Секрет успеха», участник шоу «Лед и пламень», как оказалось, замутил проект с продюсером Red One, автором хитов Леди Гаги, Шакиры, Энрике Иглесиеса, Ашера, обладателем многих престижных премий, включая Грэмми. Мы уже радовались за Алексея в прошлом выпуске «Музыкальных пристрастий», но никто не думал, что все пойдет так резво. Первая их совместная песенка «Get You», похоже, очень приглянула стиле начальства. Оно ударило себя по лбу и воскликнуло «Оно». И вот Алексей Воробьев, наш посланец на Евровидение. Мы поспешили к артисту с поздравлениями, как только он прибыл из солнечной Калифорнии. Леша, я тебя поздравляю с тем, что страна определилась со своим выбором и решила, что в этом году Россию на Евровидении будешь представлять ты. Я еще очень рад тем обстоятельствам, что еще в январе месяце, в одной из своих заметок газетных, я как бы предположил одним из первых, что ты самый главный кандидат на то, чтобы поехать в этом году на конкурс Евровидения. Но твой продюсер, Катерина Фонгечмин-Вальдек, она всячески тогда опровергала вообще любые виды на евроурожай. И это было просто такое абстрактное предположение, потому что я просто посмотрел, что у нас происходит на нашей поп-поляне, и понял, что ты, наверное, один из главных кандидатов по тому, как ты в свое время хотел. Но меня все убеждали в том, что ты больше не хочешь. Вот что случилось с января месяца, когда ты не хотел на Евровидение, до сегодняшнего дня, когда ты назван нашим посланцем на конкурсе Евровидения? Ну, во-первых, спасибо большое тебе за поздравление. Да, спасибо. Просто столько всего начало происходить в жизни, что как бы одно за другое начало цепляться. И так получилось, как ты знаешь, об этом ты тоже писал. Я теперь сотрудничаю с саунд-продюсером по имени Red One, он мой ныне продюсер. Да, и Red One, надо заметить при этом, что он не только твой продюсер, он продюсер, который написал Леди Гага, Шакира, Энрики Иглесиас, в общем, не самые последние имена, Ашер, и теперь вот Алексей Воробьев. Да, и вот так получилось. Ну, понятно, что страна имеет право решать по-разному. Могут быть открытые конкурсы, это не запрещено регламентом. Могут быть, вот как сейчас, кулуарные, так сказать, экспертный некий совет канала Вещателя, решил, что вот едешь ты. Вот тебя, как человека, любящего не только соревнования, но и победу, не расстраивает то, что ты не победил именно в открытом конкурсе, а что вот так назначен немножко кулуарно, как певцом от России в этом году? Мне предстоит сейчас ситуация посложнее, чем победить в каком-то маленьком, пусть не маленьком, да, пусть с профессионалами, моими коллегами, конкурсе. Во-первых, мне нужно теперь из полуфинала после Петра Налича, который замечательно выступил на конкурсе Евровидения, нужно из полуфинала еще до финала добраться. Ты знаешь, мне кажется, если уж Петр Налич из полуфинала в финал добрался, то ты-то тебе сам Бог велел. Ну да, вообще-то, конечно. Но, то есть, в принципе, мне будет еще за что побороться. Ну, будет за что побороться. А ты знаешь, кто вместе с тобой претендовал в этом году на поездку на Евровидение? Я не знаю. А я тебе могу сказать. Бурановские бабушки, Филипп Киркоров, Влад Соколовский. Я просто не знал, что ты знаешь про Филиппа Киркорова. Когда мне сказали о том, что Филипп Бедросович сам подал заявку... Лично, лично. Не то, что там Саня Лоракс какой-нибудь. Меня это, конечно, порадовало. А ты понимаешь, что ты наступил на хвост Филиппу Киркору? Тебе как-то не страшно разделить участь какой-нибудь Ирины Раян нечаянно? Будь побитым где-то в Кремле. Ну, во-первых, я же не Ирина Раян. Я все-таки еще сдачу могу дать. Я же не девушка. Меня не так легко побить. Подножку можно поставить. Ой, я не думаю. Ну, в общем... А ты с Филиппом не разговаривали? Вы знаете, Филипп Бедросович меня поздравил с этим. Да. Он меня поздравил, и я его за это поблагодарил. Но у нас никогда не было каких-то особенно дружеских отношений. Я просто... Конечно, в общем, было много всего за эти пять лет. После чего я в какой-то мере... Наверное, это тешит мое самолюбие. То, что... То, что их всех обскакал. Да, то, что в итоге у меня это получилось, как они этому не мешали. А скажи, пожалуйста, вот тот же Филипп, да, есть еще там Дима Белан с Яной Рудковской. Есть люди, у которых есть опыт Евровидения. Вот ты сейчас вступаешь в эту реку, в эту воду. У тебя не возникало желания, может быть, или мысли обратиться к людям, у которых есть опыт, за советом? А ты что, как? Или ты вот знаешь, что делать? Нет, у меня вообще работа простая. Я знаю свою работу абсолютно точно. Я знаю, что нужно выходить и всех рвать. Вот это единственное, что я знаю о своем деле. Вообще, я пять лет впахивал ради того, что... А как папа Карла? Как папа Карла, как кто угодно. И у меня многое не получалось в нашем российском шоу-бизнесе. Просто потому, что кому-то, может быть, не хотелось, чтобы у меня что-то получалось. И... Но конкурентам, мой друг, кому это могло не хотеть? Но вы же все конкуренты, ты же тоже с кем-то конкурируешь. Всегда, всегда. Ты же тоже сейчас кого-то растолкал. Он Филиппа Киркорова отодвинул. Просто так, вот знаешь, пинком под зад практически. Если же он теперь будет говорить, вот, я из Воробьева поехал. Моя судьба пошла наперекосяк. Я обещаю, что я покажу мистеру Редвану видеозаписи Филиппа Бедросича. И, может быть, он с ним тоже захочет поработать. То есть, ты считаешь, что ты все-таки вот заработал это право потом, кровью, трудом? Я считаю, что ничего в жизни не дается просто так. И что все случается из-за чего-то, почему-то. Если что-то происходит, хорошее или плохое, нужно немного открутить назад. И тогда ты поймешь, почему. Всегда причина немного раньше. И то, что у меня здесь пять лет ничего не получалось. То, что у меня здесь карьера киношная растет гораздо лучше, чем карьера музыкальная. Несмотря на то, что я профессиональный певец и с шести лет занимался музыкой. В отличие от многих людей, которые поют голосами своих продюсеров. Это все в итоге привело меня к тому, что здесь у меня не получилось. Но теперь моим продюсером стал Редван. Премьера песни «Гетю» на Первом канале состоится в рамках нового проекта «Фабрики звезд» с 12 марта. А нам надо привыкать к тому, что больше никакого Алексея Воробьева нет. Согласно контракту с Редван, весь проект именуется теперь «Алекс Парро». То есть «Воробей» в обратном переводе на русский. И на Евровидении в Дюссельдорфе состоится фактически мировая премьера нового американского поп-бренда, но под флагом России. Я, насколько понимаю, вот в этом проекте с Редваном, в проекте этого большого альбома, который вы будете делать вместе, и согласно условиям того контракта, который, вроде, насколько я понимаю, ты с ним подписал, ты уже будешь не Алексеем Воробьевым, а в переводе на английский это будет Алекс Сперро, как Джек Воробей, да, то есть Алекс Воробей. Может быть, было бы правильно тогда на конкурс «Евровидение» уже ехать как Алекс Парро, а не как Алексей Воробьев? На самом деле так и будет. Я уже на конкурсе «Евровидение» буду как участник от России, и мое имя и фамилия будет Алекс Парро, уже переведенный. Вообще, на самом деле, на официальном сайте «Евровидения» сейчас пока ты указан как Алексей Воробьев. Значит, для них будет большая неожиданность. Я тебе советую срочно поменять профайл. На сегодня все. До новых встреч и хорошей вам музыки.